Амин, амин. Мы одалживаем сегодня, несмотря на боль страшную, мы молимся за раненых, мы молимся сегодня за плененных детей, младенцев, пожилых людей, кто еще находится в плену, мы не забываем ни на секунду, но это у нас сегодня улыбка через боль, это улыбка сегодня веры, веры и единства, потому что я помню известный вопрос в Торе, почему когда еврейский народ выходил из Египта, было два лидера, мы всегда, у нас очень плохая история с одним лидером, один лидер обычно с нами не справляется, а тут целых два, и есть красивый ответ, говорят комментаторы, так как точно так, как ты попал в проблему, только так ты можешь излечиться, исцелиться, как гомеопатия, как мы попали в Египет, почему мы попали? Опять, это беспричинная ненависть, потому что братья Иосифа его продали в Египет, и за беспричинной ненависти мы попали в Египет, только из-за любви между двумя братьями мы могли выйти из Египта. Только из-за любви между нами сегодня чувствовалась ваша любовь, каждого, каждого из вас, мы это чувствуем, и вот эта любовь, аава на иврите любовь, слово хав, давать, давать, нести свет, и главное хочу вам сказать, можем быть очень вдохновлены после этого марафона, я знаю, что я вдохновенный, я знаю, что Alex, несмотря на всю боль, Но запомните, я не забуду, сейчас дневная война, когда Минахан Бегин услышал в радио на BBC, что хотят уже сделать перемирие с Иорданией, он звонит для Вейшколы, в 3 часа утра, говорит, ему надо же сейчас собраться, сейчас мы пропускаем Иерусалим, мы пропускаем, сильно плачем, и все, нам опять завязывают Израилю руки. Для Вейшколы, говорит, ну, утром поговорим, сейчас все спят, говорит, нет, он говорит ему, Минахан Бегин, мы не будем ждать, мы сейчас собираемся, было это известное, этот, асифата пижамот, пижамное собрание, когда все пришли генералы в пижамах, и они принимают решение, Возвратить нам обратно, стену плача, возвратить обратно Верусалим, и к 6 утра, 6 утра, наши солдаты стояли и сказали, Акотель беядену, стена плача в наших руках. Подумайте на секунду, если бы подождали бы еще 4 часа, просто подумайте, как могли бы пропустить бы шанс, который Бог дает нам, Как я сказал раньше, хет, грех на иврите, от слова ляхти, пропустить, главное нам не пропустить шанс. Мы молимся все, мои дорогие, чтобы государство Израиль сегодня не пропустило шанс, до победного конца, как Ребе просил, и умолял, и требовал всегда. Но мы также вместе с Рава Алекса просим у себя и у каждого из вас, Бог дает нам это не просто так, эта ситуация. Давайте не пропустим шанс, что мы можем сделать, можем взять на себя митцву, молитву, уроки Торы, добрые деяния, позвонить тому, с кем мы еще не говорим много лет. Давайте не пропустим, это наш шанс, это наш момент, он судьбоносный, мы его, нам нельзя его пропустить.